Схровое проектирование это та самая база знаний, которую вы в первую очередь должны из мозга людей вывести и отсхровать, положить внутрь. Даже на КАМАЗе у нас на некоторых совещаниях возникают вопросы, а сколько это должно быть? Ну вот у нас в ТИМ-центре пока нет информации. Люди идут на место, спрашивают, выносят в ТИМ-центр, в ТИМ-центре информация появилась, все, зафиксировали навсегда. Из головы человека ушло документацию. Соответственно, прекрасные вообще примеры увеличения производительности труда. Если раньше были программисты, которые разрабатывали программу уже в годах для станков с ЧПУ, для роботов, тоже, наверное, сейчас смотрите, фактически эта профессия отмирает. Нужен технолог, который описывает процесс разработки и программа фактически генерируется автоматически. Ну, наверное, может быть не совсем так. Может быть он как бы технолог ЧПУ, как бы называется, да, и технолог-программист ЧПУ. То есть она, профессия как бы, то есть мы же не можем выйти сейчас, взять любого человека и сказать, давай, теперь ты технолог, как бы, все, вот тебе программа. Нет, так не получится, потому что у него нет технологических знаний, как бы. Он не представляет, как работает станок, то есть, как бы, все равно технологическая подготовка важна. И как бы программист ЧПУ зачастую, как бы, ну, ты же знаешь, что, как бы, есть небольшие компании, да, и там он и жнец, и жнец, и жнец, и жнец, и грец, как бы, и еще и потихоньку там вечером бухгалтером подрабатывается. Да, ну, как говорится, вот, поэтому сейчас вот, ну, знания и экспертность специалиста, да, они, конечно, во многом, и его на рынке труда, как бы, повышает его экспертность, да. И предприятию заполучить на колор-эксперта, как бы, это хвастит. И все даже крупные предприятия сейчас идут к тому, что это раньше технолог-материаловед, технолог-бармировщик, а сейчас они как-то функционал перемешиваются, перемешиваются. Да, но еще раз, просто работа по кодированию, ее производительность выросла многократно. В этом я согласен, то есть если раньше еще суперполенты проверяли, волосами дырки кто-то может еще раз застал, то сейчас, конечно, верификация, подготовка программ, все это в автоматизированном виде, и эта трудоемкость сокращает как подготовки, так и простой станка. То есть находясь за компьютером, технолог готовит задание на следующий день, а в это время станок работает. Ну, на Западе же как? Станок должен 24 часа в сутки работать, отбивать, так сказать, вложенные инвестиции. А небольшой отступ, да, то есть у нас на заводе, ну, на абстрактном заводе я его называю, то есть мне не нужно, чтобы станок делал быстро, мне нужно, чтобы рабочий все время занят. Ну, кто встречается, как бы, и вот, ну, два разных менталитета. Отлично. По поводу совмещения должностей просто и цифровизацию, вот, как бы, на самом деле, компании зарубежные уже давно цифровизации столкнулись и реализуют, поэтому у них есть, в общем-то, критическая зона совмещения должностей. Ну, мне кажется, эта информация, ну, показалось в свое время, когда я узнала интересные, потому что понятно, что когда тебя поддерживают сфровая среда или экспектная, кажется, что ты можешь вообще все, да, и один причем. Поэтому вот они это понятие вбили, в общем-то, и активно следят за этим. По-разному системам проектирования эта критическая цифра, она разная, и на разные дружности тоже совмещение разное. То есть вот за этим сидят человек не любится. Отлично. По реализованному вы тоже немножечко сегодня поговорили. Дмитрий, спасибо. Я думаю, мы тему автоматизации проектирования достаточно хорошо раскрыли, и теперь мы перейдем вот к той самой теме. Станок стоит или не стоит, да? Это система уровня ERP, система уровня MES, то есть ERP, еще раз, это система Enterprise Resource Planning, это система планирования, исполнения заказов и обеспечения ресурсами. Система MES, Manufacturing Executing System, это фактически исполнение заказов. Большинство специалистов даже путаются между ERP. Так легко отличить. ERP-система имеет горизонт планирования на несколько месяцев вперед. Система MES может вызвать планирование фактически текущая смена или текущие сутки. Вот, собственно, и все ключевые отличия. Потому что если брать программные продукты, большинство из них начинают залезать на чужие уровни. Взять SAP, он уже на уровне MES начинает лезть. Взять там какие-нибудь системы MES, они уже уровень ERP начинают захватывать. Ну и так далее. Вот теперь я бы хотел поговорить как раз про системы класса ERP и начать с SAP. Все-таки SAP – тяжеловесная система, но очень функциональная и мощная. И при днях, в основном, конечно, использовать SAP. Поделись, пожалуйста, SAP на КамАЗе. Какие результаты? Вопрос уже 10 лет. Ну, давайте так, я надеюсь, скажу сначала не о том, какие результаты, а о том, как планшафт строится и как функционально закрывает. О том, что в любом предприятии нужна система управления ресурсами, я думаю, нет смысла объяснять, да? Традиционные процессы планирования учета, они в любом предприятии так, в том или ином смысле, налажены. Если это не называется системой, иначе называется ERP-процессом, да? Называются процессы планирования. ERP-процессы планирования, да, ERP-процессы учета. Вот. Ходят к вопросу внедрения SAP. Я опять сейчас говорю со слов, потому что я, как бы, инвестиционное решение не принимал. Стояла сдача и решения проблемы с той же самой большой вероятностью. То есть, для того, чтобы формировать опять электриснабжение такого количества производится, как это у нас покупает, двигает свои производства, производит мобильный нужна была система, которая позволяла весь этот объем переварить. Но, на самом деле, понятно, что это в том самом нашем сложно-кратегулированном составе. И, я думаю, все, кто знаком с Крамазом, и с правильным Крамазом, знают последние, опять-таки, наши комплектации, которые переварили с небольшим количеством заводов и ERP. Эта проблема, собственно говоря, как с этим большим количеством голоса, это будет делать расчет, расчет объемного планирования. И, опять-таки, доказываю, что это исключительно то, что было от первого количества тех, 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 тех младших, и все нормально отнесено одно, а по смыслу, конечно, все будет лучше иначе. ERP, один из самых единственных систем, которая вообще смогла отговорить в тот момент тот объем сложности, который был у нас в учетом того последствия, которое есть. На самом деле, вопрос качества и способности в работе ERP Система должна быть зависеть от того, как ведутся основные данные по составу. То есть, если вы говорите по предприятию «малое и среднее» или «предприятие», вы оказываете, что эта проблема не стоит, потому что, допустим, система, как правило одного, вы вводите, для сквозной интеграции решает проблему движения состава. Скорее всего, на ваших аксессуаристах лежит главная поля, как я делал так, чтобы состав крутился под объемным планированием и движение шоу-зашипов. У нас, как у крупных операций, к сожалению, такого преимущества и такого, благо, не было, мы имели наследие, которое мы видели, там, системы энергии, системы проектированной САПовской, которые были, вот. Но в САП тогда, как я повторю, была единственная возможность, что сегодня происходит. Безусловно, САП — это основная система, с помощью которой можно способно жить, то есть вся функциональность, которую мы смотрим, и система запланирована в САПовской. Не без проблем, конечно, проблемы, связанные с ошибками лица, проблемы, связанные с регистрацией, и так далее, и тому подобное. Но если говорить о экономической технике, то мне даже тяжело там как-то оценивать, а что было бы, если бы не было ЕРПИ. Потому что, как я сказал в начале, процессов уже не было бы. Была бы жизненная необходимость. Ну вот, скорее, там просто вопрос, что мы пришли просто там из одной с этим управлением. Пусть им управлены, да? Но чтобы вы приехали в инструкцию, то есть это такая сила. Но сейчас крепки о том, что, с кончика, начинаем мониторить оборудование и так далее, но в том, взгляд, все-таки здесь такая каша, и в головах, наверное, в головах, навязана теми, кто нам продает все решения, на мере для создания каши. Потому что вот если мы там эти повальные истории с мониторингом сейчас отойдем, ну вот у нас там коллеги вместе, да, там, функциональность мониторинга автомобиль сделала. Для нас мы сейчас эту историю себя используем и проверяем. Мониторинг сам себе ничего не дает. То есть мы когда приходим в владельцы парт продавать эту историю, они говорят, ну, на счет того, что я тут виден, где находится на автомобиле, мне же нужно управлять этим. Я хочу понимать там эффективно, я его закрузил грузом, хочу понимать там не обороты, не уводить трупы и так далее. Отлично, да. То же самое касается, ну... Данные радиземных не нужны, да? Данные нужны для анализа и для того, чтобы сделать выложи и процесс... То же самое касается мониторинга оборотов. Да, у нас даже есть с этим проблематиками. Закон, да, говорим. Замечательная картинка, которую нам привезли. Я теперь ее показываю какая-нибудь картинка-реклама. Там история такая, знаете, в твоей секретаре сидит, и у него что-то происходит, и он там не может отпускать, потому что не знает, что у него происходит в предприятии. И вот у него предприятие дает планшет, и теперь он видит все, что происходит в предприятии. Я говорю, никогда так не бывает. Как только ваш у него платит планшет, он видит весь тот планшет, который там происходит. В первых он почтет тело, через месяц он отложит, скажет, так, слушайте, я устал. Поэтому, еще раз, информация ради информации, конечно, не имеет никакого смысла. Я бы даже, честно говоря, вот этой историей с планшетными руководителями постарался осторожно выходить, потому что, я думаю, что это вы как-то там владельцы предприятия, кто имеет управление, в котором спортом, это предприятие сегодня. И поэтому нужно не пытаться поднять сручное управление на новом уровне. Там получатся больше данных, а постараться выставить правильную систему управления и дать данные на тот уровень мне не нужны. И вот внедрение системы мониторинга оборудования без изменения системы проваломирования, без внедрения оптимизаторов в расстановке смены включенных заданий, без оптимизаторов в расстройке, не имеет смысла никакого. Из-за этого может входит. Но, собственно, для нас, на мой взгляд, там просто внутри герой. И решение проблем герой, в частности, уже тоже в глубкости внедрение системы мониторинга. Почему у нас проблема движения материала? Потому что оператор церковь не на месте зарегистрировал. А как сделать так, чтобы на месте зарегистрировал, дать ему мобильный ответ, чтобы он мог это сделать, не собирая там эти бумажки, не отводя там через распреда к оператору, который ушел от первой семьи. Ну, то есть, это история, которая очень честная, на мой взгляд, естественная эволюция подвижения системы. Отлично. На самом деле, вторично, каким инструментом эти данные введены, что эти данные попали автоматизированы в потребитель. То есть, в САП, в программу потребления не обязательно в САПе эти данные идут, где угодно вести. Они могут быть даже, через систему СТП автоматически сняты, но главное, чтобы они были автоматизированы и все время доставлены до САП. Потому что это и целостность, и связь. Отлично, спасибо. По теме технологической подготовки мы еще раз вернемся к ней, осуждая готовность предприятия к цифровизации. Одинственное, просто моя такая леплика, что автоматизация является служанкой технологией. Никак не бывает. Если предприятие понимает, как процесс производился на него устроен, там только можно автоматизировать и что-то добиваться. Если предприятие не понимает, прийти с условиями там, вы сами-то что-нибудь разберитесь и сделаете, но предназначен. Так, ну, НИСАПом Единым рынок Лерки живет, есть другие разработки, в том числе и отечественная разработка 1СРП. Давай мы в презентацию не пойдем с тобой, в том числе. В двух словах, расскажи, пожалуйста, это генетический центр СКИП. Какой функционал 1СРП? Насколько это полноценная МВП-система? Ну, хотелось бы сказать о том, что все складывается исторически. Изначально, конечно, в стране не было нормальной системы, сейчас появилось. Вот КАМАЗ, конечно, не договорил, они вообще две системы внедряют, чтобы вы знали, да? Первое, это САРП у них работает, и сейчас идет внедрение ЕКИ. На уровне, вернее, 11ЕКИ, на уровне, как я понимаю, есть генеральное соглашение с фирмой 1С, на уровне 11 корпораций. 1С уже переросла из какой-то бухгалтерской, вот эта система, которая до сих пор в головах, она уже перешла на уровень корпораций. Ну, потому что КАМАЗ-то не обратил внимания. Я не знаю, по-видимому, они мне подскажут, как они это все и делают. Ну, я могу сказать, отвечу на этот вариант. На самом деле, там, у нас, на самом деле, есть, условно, там, ИРП, который отвечает за те времена, выражаясь оперативным, что-то, у нас все знают, что, там, у САП, у ОРФ, проблема с держанием актуальной связи с предназательством, и УКРа очень любят системы информационные, просто в причине того, что много разрушенного труда добавляется у них для формирования форума. Поэтому, так, естественно, на уровне инвестиции сложилось, что на ИРП используются в качестве системы в день бухгалтерского учета и расчетов с очками с решением компании 11С. Да, сейчас, к сожалению, то есть, немножко я вам поблагодарю, в день доброй боли мы приходим на ИРП. Мы просто, по причине того, что 1С сейчас предпочитает поддерживать все продукты, которые были, да, имеете вопреки в своей внутренней ИРП. У нас, скорее, там, высаживают эту функциональную систему. Всю страну. Хотя, возможно, функционально, конечно, мы можем говорить об этом, но причина такая. Скорее, мы не будем обсуждать решение 1С, но это их не решено, потому что один продукт начинает воевать с другим коронем. Владимир Владимирович, коротко, что даст предприятие внедрение 1С с точки зрения именно планирования производственного процесса. Про 2С все и так знают. Я единственное скажу, есть исследование, вот немножко к деньгам перешел бы, да, чтобы понимали, есть исследование EDC, каждый год проводится. Последнее исследование было в 2018 году по сколько продаж в стране продаж и поддерживать системы. Надо сказать, что лидерами является 1С, САП и 1С, это больше 80% рынка систем. И чтобы вы понимали, САП это большая дорога системы. 1С это относительно дешевая система. Отсюда элементарный вывод такой, что количество рабочих мест, которые автоматизированы с помощью 1С, это на порядок больше, чем на САП. Я сейчас, в плане у меня был, примерно, я сейчас, это не цифра 1С, это цифра, что дает 1С? ERP. ERP. В принципе, это, во-первых, это российское решение. Это раз. Оно исторически развивалось на российском рынке. это продолжение системы 1С УПП. Тоже, может быть, я где-то в каких-то мерах вещах с 1С, может быть, не согласен. К сожалению, ERP немножко усложнилось. 1С УПП было намного проще. Она очень похожа на САП, потому что на некоторых проектах мы сталкиваемся с интеграцией с САПом. Я вижу, в принципе, решение приблизительно такого же уровня. То же самое, так же в САПе. Почему, кстати, бухгалтерия? Там основной, так называемый, оперативный учет. 1С и ERP сейчас то же самое. Бухгалтерский учет получается, я правильно сказал, да? Бухгалтерский учет получается в конце. Ежедневное получение бухгалтерского учета никому не имеет. Поэтому здесь 1С. Ну, не про двух учет, мы говорим про учет на складах. Учет на складах, оперативный учет получается. Продукция проявляется на складе. Не скрят же, что у многих, кто оперативно не ведет учет в 1С, готовая продукция, как документ производства, не может провестись, потому что кто-то несовременно внес комплектующую, влияющую на состав изделия. и готовая продукция не проведется, потому что планируется отрицательная ставка и так далее. Вот о чем разговор. Что на данный момент 1С может? В принципе, вот ERP-система, это вообще стандарт, надо понимать, что это стандарт. Для того, чтобы система стала классом ERP, она должна сомневаться определенными какие-то требованиями. 1С полностью эти стандарты поддерживает, в тех, там есть обязательная часть и есть какая-то обязательная. В принципе, вот вопрос тут про планирование больше был, да? Главное, эти функции планирования не выполняются. Функции планирования выполняются, в принципе, в 1С всегда хорошо было объемно-кандидатные планирования, что ERP сделали. Они сделали нормальное, более-менее нормальное последнее планирование. Здесь, наверное, попытались 1С, ну так же, как любые компании большие, попытались зайти в ОМС-систему. Я бы, конечно, больше хотел бы, скорее всего, на каких проблемах мы останавливаемся, да? Я просто озвучу, какие проблемы мы чуть дальше пройдем. Ладно. В общем, 1С, резюмируем, рынок на самом деле большой, и вот не системы, он восстановленный, и я думаю, каждый участник рынка найдет себе потребителя, и САП найдет себе потребителя, в первую очередь, в лицах крупных корпораций, и 1С найдет себе потребителя в моно-среднем бизнесе. Я думаю, что и в большом, потому что один из показателей, что вы понимали, есть такая компания БОШ, все, наверное, знают, они являются одним из крупнейших интеграторов САП, вы, наверное, не знаете, внедряя его, вот когда я с БОШ с вами разговаривал, да, вон там, на бухгалтерии, во САПе и так далее, и бухгалтерский чок переводится на 1С, потому что, на самом деле, в САПе вести, там даже принцип двойной записи по-другому ведется, понимаете? К сожалению, как бы такого дурного закона, как у нас, наверное, ни в одной стране нет. Здесь, наверное, скорее всего, 1С всегда останется в этой юнише, да, и последующее нормальное решение для крупных компаний это интеграция двух систем, да, я бы хотел просто остановиться вот на, вот на этом треугольнике, как ни странно, вот этот треугольник, это, наши совместные решения по-другому, с крупной технологией, и мы на ЛТР катали. Тогда, когда, даже понятие собровой технологии, не было, по-моему, собровая экономика понятия, не было, что-то четвертой, там, четыре плюс революции, революция, но самое, мне кажется, пустое место это интеграция разных систем. В свое время мы попытались, хорошее сотрудничество получилось, и со структой технологии, и с такими поражениями, но самое основное, что в 1С надо было делать, и не хватает, я думаю, что это интеграция. Это будет касаться и всех частей. Вопрос интеграции, да, будут всего эти ландшафты предприятия касаться, это самые важные вопросы. Ну, просто скажу, одну одну вещь, как всегда, быстрая разработка, наверное, здесь конкуренция для нас, САП, наверное, не такая быстрая система разработки. Хорошо, спасибо всем. Перейдем на более ниже стоящий уровень НЕС, Дмитрий, коротко, СПРУКП, СПРУКП, какие дают возможности предприятиям, для чего вам нужно? Почему бы, не обойтись только самым и одинаковым? Ну, просто такой, нет, вот, СПРУКТБ, да, еще раз, то есть, правильно, было срочное решение, что первоначально у нас должны быть разработаны именно технологические процессы, то есть, если мы начнем автоматизировать сразу блок, тогда получается, что мы, как у нас директор мы получим бардак в квадратике, то есть, мы не разобравшись, сразу, вот, первоначально нужно навести именно порядок в технологической подготовке производства, мы говорим за машиностроительные и простроительные то есть, мы должны подготовить, иметь в виде моделей, как бы, ну, в цифровом виде техпроцессы, которые могут уже передаться в систему планированных, так называемых мест, да, вот, то есть, на базе разработанных техпроцессов,